Призрак или я не знаю кто ее закрыл. Тут походу держали вот этих детей. Там происходит что-то паранормальное. Просто офигеть. Там мистический коридор психиатрической больницы. Алло, Вера, и прямо сейчас вы увидите, что записали скрытые камеры в заброшенной детской психиатрической больнице. Ребят, эти камеры всю ночь снимали, и там такая дичь. Я просто своим глазам не мог поверить, что это реально происходит. Давай я включаю, Вера? Да, давай сразу запускаем. Ребят, это кухня. И там, собственно, и началось вся вот эта какая-то движуха паранормальная. Я не знаю, как это еще другими словами назвать. Давайте вот просто внимательно посмотрите на ящики, которые находятся внизу. Вот этот кухонный гарнитур, там такие вот справа ящики, которые выдвижны. А чуть левее там вот такие две дверцы, которые открываются. И я, когда смотрел вот эти видосы со скрытых камер, я заметил там очень странные вещи. Сейчас вот тоже внимательно на них посмотрите. Ребята, я это видео вижу в первый раз, потому что Саша собирает все видео со всех камер, и потом он нарезает и показывает вам, мы показываем вам самые активные моменты, которые попали на видео. Вер, ты сейчас просто в шоке будешь. Ребят, просто Вера, она вот боится всей вот этой паранормальной хрени, и я, ну, просто не знаю, как ты отреагируешь на это все. Потому что я вот реально смотрел, у меня аж мурашки просто по коже шли. И, ребят, напишите в комментариях вообще, ну, вы бы испугались, если бы такое в реальной жизни увидели. Вот сейчас вот, вот, видела уже там, по-моему, какое-то, ну, типа, вот, дверца, она как будто вот, ее, не знаю, микро-землетрясение какое-то, ее как будто вот колбасить начинают. Нет, слушай, может быть, это реально землетрясение, потому что мы находимся в Никарагуа, а это страна, которая находится в сей самоопасной зоне, и здесь бывают землетрясения. Я тоже сначала подумал, что, может, это какая-то фигня, ну, посмотри, даже вот эти колебания, они как будто усиливаются. Вот, 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 видишь, ребят, дверца, она уже, ну, как бы, это неадекватно. Нет, нет, ну, подожди, она открылась и закрылась, понимаешь? Я понимаю, вот, смотри, видишь, просто с ней что-то происходит, какая-то фигня вообще. Блин, я сто пудово знала, что там происходит какая-то фигня, паранормальщина просто, ты ее ощущаешь каждой клеточкой тела, потому что, вот, чувствуешь какие-то холодные потоки, как будто, которые рядом проходят, а ты поворачиваешь голову, и там ничего нету. Так, ребят, давайте дальше, я сразу следующий момент запущу, это опять действие происходит на кухне, и, ну, блин, как бы, кроме как, ну, спустить все вот это на паранормальную активность, я не понимаю, как можно еще это объяснить. Вот сейчас, внимательно смотрите в два окна, там вот, собственно, стекла, и там вот люстра, ну, ее... Господи, там кто-то прошел? Нет, там не прошел, вот, говорю, смотри на люстру, ты видишь, она начинает качаться, ну, блин, я не знаю, Да, ребят, просто, ну, по-моему, это бред какой-то, у нас окна, вот, вы сами видите, они закрыты, дверь мы тоже там закрывали. Это уже было после того, как вот эти дверцы, то есть все в хронологическом порядке? Да, 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 это все в хронологическом порядке, это все началось там, ну, уже было очень поздно, и мы в это время были в бассейне, ребят, мы пытались спасти от призраков, потому что все знают, что, ну, духи, они в воды боятся, это видео, ночь в бассейне, вы можете посмотреть у меня на канале, Ну, там просто тоже дичь полная происходила. Ребят, на самом деле, я не знаю, как у нас хватило смелости забрать все эти камеры, потому что заходить в это здание, после того, как Саша, ну, с ним что-то произошло в бассейне, вы сами это можете посмотреть, я не буду спойлерить, все видео вы можете найти в плейлисте «Детская психушка» в описании под этим видео. И, ребят, вы видите, уже просто эта люстра, она как бешеная качается, просто с ней, ну, вообще, это уму непостижимо. Как это вообще объяснить, Вер? Ну, я не знаю, тут явно ветром или землетрясение, ну, нет, ладно, хорошо, если землетрясение, то, в принципе, люстра может качаться, но мы бы его тогда почувствовали. Тогда бы все, там, предметы бы падали тогда. Нет, когда большое землетрясение, понимаешь, вода, она вот так вот начинает ходить в бассейне. Короче, фиг знает, ребят, это какой-то бред, обязательно прямо сейчас нажимайте на кнопку подписаться и подписывайтесь на наш канал, чтобы нас не потерять, потому что сейчас очень многие подписчики пишут, что у них там Ютуб не работает, Инстаграм не работает. В Телеграм-канале мы даем инструкции, как подключиться к VPN и не потерять доступ к соцсетям. Так что переходите на наш Телеграм-канал и пользуйтесь этой инструкцией, там все подробно расписано. Ребята, с VPN вы можете смотреть также видео в Ютубе, сидеть в Инстаграм. Ой, 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 ты его видела? Мамочки, ты где? Нет, я не видела. Там в окне сейчас вот какая-то тень прошла, я не знаю, что это за хрень. То есть, ну, я даже не понимаю, это внутри было или снаружи, то есть это отражение или там кто-то, ну, какой-то как тип человек, или это призрак. Я не знаю, что. Ребят, напишите в комментариях, что это было. Вот сейчас, вон, видите. А, мамочки, да, да это реально, блин. Что это вообще? Я не знаю, там кто-то прошел или пролетел. Что это было? Да я откуда знаю? Ты видел там еще какая-то тень? Ребят, у нас на территории, ну, никто не мог быть, там колючая проволока огромная. Вон, смотри. И я просто, ну, я не понимаю, то есть, ну, внутри дома тоже никто не мог быть, потому что мы закрыли, там все было закрыто намертво. Блин, это жуть какая-то. Я реально, я не знаю, как нам удалось унести оттуда ноги, просто вот я сейчас счастлива, что мы находимся в безопасности. Так, ребят, и давайте вот сейчас я следующий фрагмент запущу. Там просто, ну, вот, все начинает накаляться, вот, просто до максимума, какого-то до бреда уже доходит. Вот сейчас опять это все та же паранормальная кухня, которую вот вы уже сейчас видели до этого. И вот сейчас я даже не помню, что произойдет, но вот смотрите внимательно, каждая деталь важна. Может даже вышли... О, просто офигеть. Какого фига вообще открылись окна? Блин, если бы это был сильный ветер, тогда другие окна тоже бы затряслись как-то, или там... Я не рассмотрела, это было или нет, ребят? Так, давай дальше я запускаю. Пересмотрите, напишите в комментариях. Ребят, вот сейчас тоже какая-то, ну, вот, я вообще не знаю, как это объяснить. Вот, обратите внимание на шкаф вот этот, сверхний уже, то есть вот нижний мы смотрели, а сейчас на верхний, ребят, шкаф, обратите внимание. Справа, слева, где? Сверху, ну, вот просто по центру. Ты видела? Это что, блин, было? Я не знаю, ребят, это камень какой-то, или, ну, какая-то хрень. Причем я, ну, потом не заметил его на кухне, то есть, я думаю, ну, уже сейчас, как бы, не хочется возвращаться в этот дом, чтобы узнать, что это такое. Саш, мы собрались реально за 5 минут, наверное, просто собрали все камеры, я думаю, что ты просто реально мог не заметить. Так, ребят, ладно, давайте дальше, потому что, ну, вот, кухня-кухня, и сейчас я запускаю следующий кусок, это, ну, как я не знаю, зона... С другой стороны кухни. Да, в общем, по сути, как бы, это тоже, можно сказать, часть кухни, но ее просто снимает другая камера. И вот сейчас просто какая-то, блин, хрень начала происходить. Я, ну, если бы мог это объяснить, я бы с большой радостью это объяснил, но, ребят, возможно, вот тоже вы сможете вообще понять, что это за фигня. По-моему, сейчас вот с телевизором какая-то хрень будет происходить, вот, внимательно смотрите, там начались какие-то помехи или вот, ну, что-то типа, не знаю, электромагнитная какая-то фигня вообще. Да все нормально вроде, Саш. Ну, короче, обратите еще внимание на цвет стен, которые здесь, ну, то, что это реально какая-то, я не знаю, нездоровая атмосфера в этом здании была. И, ну, там реально жутко находиться. Да, и, кстати, ребят, еще кто не в курсе, вот эта, ну, психиатрическая больница бывшая, и там просто погибло, ну, несколько людей точно, то есть там есть могилы, и там, собственно, говорил вот человек, который нам, ну, можно сказать, дал попользоваться и поснимать в этом месте, что тут не все нормально. То есть там были, как мы выяснили, какие-то мучения, издевательства над детьми, непонятно вообще, там, ну, они умерли своей смертью или кто-то там постарался для этого. Она так поняла, что... О, подожди, что-то мне показалось или нет? По-моему, на телеке вот сейчас вот что-то было как раз, нет? Или меня уже глючит, ребят, я просто уже вот это монтировал, вот, ну, что-то мергнул, моргнул, ой, блин, я заговариваюсь уже, и, ну... Ребят, мы последние дни реально в стрессе находимся. Вот, 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 опять, видишь, что-то, ну, какая-то надпись появилась, и что это может быть вообще? Вон опять какая-то надпись. Я не знаю, то есть какие-то обычные такие надписи, когда просто там помехи, ну, там, не знаю, канал не ловят. Ну, мы даже этот телек вообще даже не пытались включить, я не знаю вообще, то есть это... Вон опять. Ты видишь какие-то как будто, ну, что-то сбой какой-то идет, что ли, я не знаю. Как это... Ну, электроника шалит, когда находятся какие-то паранормальные силы потусторонние, а находятся где-то в помещении, тогда... Ты видела, как будто, ну, что-то пролетело или что-то? Пролетело. Ребят, я не знаю, вот... Нет, это, я реально это сейчас видела. И вот сейчас появилась какая-то красная надпись. Ну, рассмотреть это нереально. Нереально, да. Можно приблизить? Я пытался ребят приблизить, но там очень, как бы, плохое качество, это под углом, это, ну, вообще не представляет возможность узнать, что там написано. И, собственно, потом вот сейчас начинается уже полная жесть. Вера, вот, ну, я не знаю, как бы, насколько вообще тебе будет комфортно это смотреть, но... Так, Саша, хватит реально нагнетать. Смотри, какие-то помехи, там какие-то, я не знаю, мужик был какой-то типа новости или, не знаю, как это вообще... Ну, явно что-то с телеком не то, потому что, как вообще телек сам включился, учитывая, что мы в бассейне в этот момент были, это раз. Ну, телевизор точно не был включен, когда мы уходили оттуда. Ну, в смысле, когда мы лезли уже в этот, в соседний корпус, ребят, мы лазили туда. О-о-о, началось, смотри. Что это, блин? Да фиг знает, какая-то жуть вообще. Ребят, я, ну, не знаю, мне кажется, по телеканалам такое вряд ли должны показывать. Нет, может быть, там как-то, я не знаю, помехи, и вот там перещелкиваются каналы. Фиг знает, я говорю, ну, мне это показалось очень странным. Но это же помехи, правильно? Ну, это помехи, да. Ну, а что это, я не знаю. И, короче, ну, суть в том, что, ну, по-моему, это какая-то дичь, потому что телевизор включился сам, потом началась вот эта какая-то фигня. Он там перещелкнул. Да, блин, там лица какие-то. Ну, там какая-то вообще нездоровая ситуация. Я не знаю, может, это какой-то прикол там, и там, не знаю, там кто-то издевается вообще, как это, ну, это... Ну, в смысле, я понимаю, что там ходил какой-то человек, мы видели человека, или это был не человек, я не знаю, мы прям его записали в бинокль, мы смотрели, и там реально кто-то прошел. Ну, так, ну, сейчас мы видели, что тут никакого человека не было, и вот дальше смотри, что еще происходило в этой, ну, гостиной, или я не знаю, как это по-другому. Ну, давай будем называть ее гостиная, потому что здесь там есть диванчик, два кресла, стол. Короче, ребят, вы сами видели, телек погас, типа, вроде все нормально, и ничего не предвещало беды, но потом произошло то, что произошло. Это потом, это через сколько времени? Ну, вот прямо сейчас, ребят, я как бы короткие куски довольно нарезал, это вот должно произойти прямо сейчас. По-моему, вот сейчас с диваном какая-то фигня будет, вот внимательно обратите, ну, или не диван, как это, вот стульчики, типа, какие-то там меховые, там, ну, вот, короче, на них обратите внимание. Вроде, по-моему, сейчас с ним и мне все в порядке будет, и я просто, когда это увидел, я офигел просто, вот, ну, реально. Саш, вот ты так нагнетаешь, серьезно, я боюсь смотреть на экран. Ну, в смысле, Вера, а что нагнетаю? Ну, я это сам видел. Ну, потому что, блин, я вот сейчас представляю, что этот, там, призрак, который там ходит, я не знаю, он к мамочке. Ну, опять же, у меня, как бы, если попытаться мыслить рационально и попытаться все это объяснить, это только одна версия, что это ветер как-то подул, но вы видите... Ну, какой ветер через стену, Саш, давай уже вот так вот не говорить, что, типа, окей, будем скептиками, паранормального не существует, окей, там, ветер подул или землетрясение произошло, но не может быть столько совпадений. Ладно, давайте, ребят, сейчас я дальше вам покажу, будет полная жесть, это вот все, что вы раньше видели, это вообще, ну, типа, 1%, наверное, от этого всего. И, кстати, ребят, я вам расскажу секрет, как стать суперпопулярным в ТикТоке. Обязательно в наш Телеграм-канал переходите, там Вера выкладывает нарезки из наших видео. Вы можете их скачать и выгрузить в ТикТок, и, в общем, просто миллионы просмотров получить, как уже многие наши подписчики делают. А также напоминаю, что в ТикТоке, ой, блин, в ТикТоке, в нашем Телеграм-канале инструкция по VPN, чтобы вы были защищены и не потеряли доступ ко всем соцсетям. И на самом деле VPN скачать лучше сейчас, прямо сейчас, чтобы он у вас уже был установлен на телефоне и им пользоваться, потому что, когда все вдруг заблокируется, вы тогда сможете им пользоваться. Да вы все будете уже подкованы. Уже будете подкованы. Так, ребят, давайте я сейчас запускаю дальше, это вот, собственно, коридор, коридор психиатрической больницы. Это на самом деле самое жуткое место, потому что до конца коридора я просто боялась выходить, я не доходить, и там была самая жуткая комната, наверное, в которой стояли эти детские кровати ужасные просто, двухэтажные. Ну, выглядит реально, как вот больница или как вот, ну, что-то такое место неприятное, как вот психушка выглядит, тебе не кажется, ну, вот, прям натуральная психушка. И вот смотрите, что началось, он, видела, уже стул дернулся. Что? Ну, он как-то, я не знаю, поехал или повернулся, или вот что-то, ну, какое-то движение было. Так, там, короче, там такой стул стоял на колесиках. Вот беленький, в конце коридора прямо. Короче, как компьютерное кресло, вот, типа того, только оно какое-то, ну, древнее, не знаю, короче. Да, вот, по-моему, сейчас дальше будет тоже, я уже не помню точно, вот этим со стулом какая-то дичь происходить, вот, внимательно на него обратите внимание, там не все нормально. А, ну, это ладно, не со стулом, со светом. Но со стулом, ребят, сейчас тоже будет, и это вот, ну, какая-то настолько вообще дикая фигня, что... Так, подожди, а получается вырубилась только одна лампа сейчас? Да, ребят, очень странно, учитывая, что вот эти лампы, они, ну, как бы одним выключателем включаются и выключаются, и, то есть, ну, почему одна лампочка мигает, я не знаю. Учитывая, что там рядом стул, и он тоже в какое-то движение приходил, вероятно, это там вот какая-то вот эта сущность, или энергия, или признак. Блин, я знала. Называйте как хотите, но вот оно там, походу. Я знала, что туда ходить просто вот нельзя, потому что я когда подходила к этому месту, меня сразу начинало... Вот, Вер, вот, смотри, сейчас вот ты офигеешь. Вот, ты видела, да? Ну, стул повернулся. И он, более того, приехал, блин. Ты видела это? Офигеть. Ребят, вот такое чувство, что вот эта вот мистика, или я не знаю, как это назвать, сущность, она вот перемещалась по этому дому, она то на кухне, то вот в коридоре, то там в комнатах, то есть, ну, вот, как будто бы, там, не знаю, дух ходит, и вот наши нервы испытывает, я не знаю. И все это происходило последовательно, правильно я понимаю? Да, Вер, ты все правильно, понимаешь? Это камеры, они вот, ну, в хронологическом порядке, как это происходило именно вот этой ночью, когда вот мы были в бассейне. Ой, короче, я не знаю, если бы мы там еще на один день остались, я вот... Ой, подожди, он, он сейчас подвинулся. Да, ну, я уже ничему не удивляюсь, и, ребят, дальше будет хуже, то есть, это как бы цветочки, это все, типа, только вот, ну, разогрев, по сути, перед тем, как вот будет настоящая фигня происходить. Давай дальше, просто следующий кусок запускаю, чтобы сразу уже не тянуть, и вы все самыми первыми, ребят, увидели, и, кстати, обязательно ставьте лайк, если вам нравится видео, как это, и вы хотите, чтобы мы больше такого контента снимали. Ребят, и ставьте лайк за старание Саши, потому что сколько материала надо было отсмотреть, я просто не представляю, я этого не делаю, делает это Саша. Так, ребят, продолжаем вот смотреть на этот коридор, мистический коридор и... Психиатрический коридор. Мистический коридор психиатрической больницы для детей. С призраками. Вы просто вздумайтесь вообще в эти слова, блин, психиатрическая больница для детей. И вот сейчас, ну, произошло то, что произошло. Вот, вы видите, там были, собственно, свет падал из комнат, и двери просто, ну, я так понимаю, закрылись нафиг просто. В смысле, одна дверь закрылась? Почему одна? Они там две закрылись, там было два луча света, и теперь их нет, то есть сейчас там темнота и просто коридор. Ладно, я не знаю, ну, мне показалось, что была одна дверь закрыта. Ну, ребят, напишите в комментариях, да. Напишите в комментариях. Так, давайте я дальше запускаю опять наш любимый коридор, и что с ним происходит. То есть это не закончилось все на этом. Я не знаю, как бы, хорошо это или плохо, но это не закончилось. И сейчас будет продолжение. Опять, вот помните, вот эта люстра, которая в конце, она там, ну, ее колбасила, там она там мигала, там включалась, выключалась сама по себе. Вот сейчас на нее внимание тоже обратите. Ну, я не знаю. Она раскачивается. Подожди, это когда мы были в бассейне, мы еще посмотрели онлайн запись с камерой, и вот я видела, когда это люстра раскачивалась. Ребята, да, мы сидели в бассейне, мы через Wi-Fi подключились вот как раз к этой камере, но у нас просто не все камеры поддерживают это Wi-Fi соединение, и мы уже тогда охренели в бассейне, когда это увидели. Но, по сути, все остальное я охренел, когда уже монтировали. Когда монтировали уже, да. Ну, что это такое вообще? Ну, тоже ветер, как бы, а почему вторая люстра не качается тогда? Как это объяснить вообще? При том, что окошко открыто вот здесь, ну, которое спереди находится. Да, окно открыто, окно открыто, то есть чисто теоретически это может быть ветер. Нет, там-то закрыто окошко, понимаешь, окно, которое находится около этой качающейся люстры. А ты уверен, что оно закрыто? Я не знаю, я не вижу. Видишь, когда распахнут вот эти створки, заметно. Ну, да, ребята, тогда окно шире явно. А сейчас, ну, как будто бы оно закрыто. И вот эта люстра, она своей жизнью живет. И, ну, я так понимаю, не без помощи вот этих паранормальных сил она раскачивается. Так, стоп. И давайте уже сейчас вот переходим. Я хочу вам показать вот второй план сейчас, который был из комнаты. Потому что вот эти двери, когда они закрылись нафиг, то есть, ну, вот как бы как это было. Это прям в ту же минуту, когда вот там закрылась дверь, а то с другой стороны из комнаты. Да, ребята, давайте я запускаю. Это вот как раз камера снимает, ну, вот вид из комнаты. Вот эта правая дверь, это, собственно... Дверь, которая ведет в коридор. Вот этот вот жуткий коридор. Которая ведет в коридор, да. И, собственно... А, блин, ребят, сейчас я не в том порядке немного. Да, это немного не хронологический порядок, потому что дверь уже закрыта. А нам интересен вот этот момент, как это произошло. Ты перепутал, что ли? Вот, видела, сначала под дверью что-то прошло. Там вот еще, ребят, слева двери, там вот, ну, типа, как бы полоска света внизу. И там было явно видно тень какая-то прошла. Так, ребят, мы, короче, когда поставили камеры, мы сразу же ушли. Так, Вера, сейчас там вот, по-моему, там еще будет. Сейчас, смотри внимательно на эту... А, там просто выключился свет, окей. Ну, типа, как бы, все нормально. Как бы, опять же, электричество живет своей жизнью. Так, ну и теперь, ладно, давайте вот это буквально 5 минут назад было. Сейчас вот вы видите, дверь открыта. И сейчас вы увидите, как бы, ну, как призрак, или я не знаю, кто ее закрыл. Потому что, ну, вот прямо дверь, она четко попадает в камеру. И, ну, собственно, видно вот этот момент. И я не знаю, у меня это вот лично такой ужас вселило, когда я это сейчас в первый раз увидел. Ну, Вер, я не знаю, вот тоже как-то вот ты вот прокомментируй, сейчас вот это вот произойдет. Но потому что, вот, ну, типа, дверь, и как бы, ну, вот такие дела. Двери сами закрываются, как бы, ну, вот что можно сказать. Кто-то ходит в туалете, и я знала, что туда вообще не стоит соваться. Потому что, когда я там пыталась уснуть ночью, это, ну, у меня просто, я не знаю, был какой-то мандраж. Я все это чувствую. Но я сразу, Саша, тебе говорю, что надо бежать, надо просто идти, я не знаю, в машину спать, еще что-то. Поставить камеру и просто, я не знаю, чувствовать себя в безопасности. Так, ребят, сейчас я запущу камеру из ванны, и мы попытаемся понять, что же это за тень там какая-то была, которую вот мы только что под дверью видели. Так, давайте я запускаю камеру из туалета, ванны и всего такого. Вот часть шторка в душе. Там сразу, там чуть ли не начинается вот эта какая-то хрень. Там вот, видела, Вера? Это что сейчас было? Ну, там вот эта вот штучка, я не знаю, с шампунем, или как это называется, вот такая подставка на стене висит. Она, ну, типа, дернулась. И сейчас, смотри, шторка, она тоже, мне кажется, она двигается, или мне кажется? Вот эта синяя шторка, она двигается? Да, она двигается. Мне тоже, у меня глюки там, в общем. Ну, ладно, смотри, сверху окно. И что? Типа, думаешь, это, ну, ветер так подул? Может быть. Вот, вот эти как раз вспышки, и, ну, я просто, я не знаю, Вера, это, ну, типа, что это? Это что? Это что-то вот, что-то вот происходит в ванне, как бы, как ты видишь, то есть, и оно и в комнате происходило, и в коридоре, и везде, ребята, вот это происходило. Так, подожди, это в тот момент, когда вот там кто-то прошел, или когда кто-то прошел? Ну, типа, да, это вот как раз вот эта тень, и потом, ну, примерно я по времени посмотрел, это вот там, ну, может, с разницей, там, пару минут, ну, как бы, можно сказать, в одно время. А когда тень была, ну, в смысле, там никого не было? Да фиг знает, ну, никого не было, да. Короче, ну, как бы, людей там точно не было. Так, ребят, давайте сейчас я вот еще запускаю момент. Это комната, вот, да, где мы видели там матрасы какие-то все в плесени, то есть, это реально там, походу, 50 лет вот этим матрасам, и вон там тоже, ну, какое-то свечение происходит, я не знаю, то есть, ну, тут, походу, держали вот этих детей, которые были психически там нездоровые, и как-то, ну, с ними что-то делали в этой комнате, и явно тут что-то тоже вот нехорошее происходит. То есть, ну, вот, что это за какой-то источник освещения, я не понимаю, может, это из-за того, что там вот люстра качалась, ну, вот вы видите, да, белое такое на полу? Ребят, я на самом деле много всего... Ну, что-то там вот было, Вера, и я, как бы, ну, если бы мог объяснить, то я бы это объяснил, но я не могу это объяснить. Просто появляется какой-то луч? Да. Ребят, на самом деле, я много всего повидала в своей жизни, и реально это самое жуткое место, в котором я была. Я ощущала каждой клеточкой тела, что там происходит что-то паранормальное. Ребят, не забывайте ставить VPN, чтобы не потерять доступ ко всем соцсетям, YouTube, Instagram и так далее. Еще раз повторюсь, ссылка, как установить VPN на подробную инструкцию у нас в Telegram-канале. Ссылка под видео в описании, переходите, скачивайте все эти VPN-приложения, пока они доступны на территории России и других стран. Пользуйтесь, практикуйте, смотрите видео в YouTube и пользуйтесь Instagram только через VPN. Продолжение выйдет совсем скоро уже у меня на канале Alex Amoral, увидимся снова, пока. Пока.